Привет, бездельники! Меня зовут Олег, я являюсь арт-директором бара «Белая лошадь», что находится в славном городе Волгограде. Я бы не стал пилить этот сюжет, но вчера меня реально бомбануло. Дело в том, что накануне я пообщался с журналистами. Я всегда относился не очень хорошо к местным журналистам, считая, что есть 2-3, ну максимум хорошо, 5 человек, и я их лично знаю, неплохие ребята и хороший профессионал. Но оказалось, все это не так, и вчера мои иллюзии рухнули, как карточный домик. Или даже нет, не так. Вот так. Ужас! Ужас! Но обо всем по порядку. Поехали! История совершенно невероятна. Но такого я, конечно, не ожидал. Дело в том, что, как я сказал уже выше, я занимаюсь арт-частью бара «Белая лошадь». Этот бар достаточно легендарный, и он единственный бар, который существует в городе уже 15 лет. Все остальные бары, по моему большому убеждению, являются новоделами, открываются очень быстро и очень быстро также схлопываются. А у бара есть свои традиции, в том числе одна из них – это делать хорошие, качественные привозы артистов и просто интересных людей, в том числе, например, вот Захар Прилипин. Вы знаете, вот ты, знаешь, кто такой Захар Прилипин? Местные журналисты в один голос мне задали один и тот же вопрос. Кто это? Это кто такой? Вы чё, серьёзно, ребят? Я даже не знаю, как это назвать, не знает Захара Прилипина. Окей, хорошо, я говорю, у нас будет Animal Jazz. Дивный журналистов мне отвечает. Да не сплись, никому не интересно. Вот это поворот! И вы же мне жаловались в приватных, частных беседах о том, что у нас нету темпли сюжетов, у нас вообще ничего нету, мы печатаем сводки про ДТП, мы печатаем всякую херобору, а вот настоящего материала у нас нет. Окей, Захар Прилипин вам неинтересен. Группа Animal Jazz, на ваш взгляд, спилась. Вы можете подумать, что я такой хитрожопый парень, который хочет попасть бесплатно, в контент без денег. Ребят, ну я же не продаю от видов говна сладкую конфетку. Ладно, проехали. Один из журналистов мне говорит. Ты знаешь, мне крупные компании платят хорошие деньги, и я размещаю их рекламу. Всё остальное мне неинтересно. Ну и что это за хуйня? Окей, но вы же сами мне жаловались, что вам не хватает качественного контента. Вам не хватает. И тут же, тут же мне заряжают ценники о том, что вот смотри, у нас это стоит столько-то, это стоит столько-то. Друзья, за те деньги, которые вы мне выставили, если я их всех суммирую, я залью рекламой интернет, как заливает дебель, который вернулся из армии, в спермы лицо девушки. Серьезно? Да. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Хорошо, я напишу вам сам пресс-релиз, я сделаю вам фотографии, я сниму видео. Не-не, видео нам не надо, мы всё-таки запрофессионализм. Вот это поворот! Профессионализм? Это вы сейчас тоже серьёзно? Я не буду спорить, что я такой прям профессионал. Куда мне до высот гуру журналистики, но я сниму этот ролик, и буду уже его на YouTube, и посмотрим, сколько он наберёт просмотров. Я думаю, что как минимум... Ходи. Я думаю, что если серьёзно, этот ролик наберёт как минимум, ну, не меньше просмотров, чем у этих журналистов. В нашем городе сложилась уникальная ситуация. Люди говорят, что им нечего читать, журналисты говорят, что им нечего писать. Появляется какой-то повод что-то написать? Давай деньги. А за что деньги? Ой, да слышишь? Пойди нахуй. Ладно, проехали. Очень печально, но пока наши местные журналисты будут игнорить интересные темы и интересных людей, будете слушать, читать сводку ДТП, криминальную хронику и гороскопы. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и увидимся. Я думаю, что следующий ролик не за горами, мы что-нибудь обязательно придумаем интересное и об этом вам первыми расскажем. Всем пока.